Приветствую, все, кто смотрит, это Кот, это Атила Total War, легендарный уровень сложности, заданов, без поражений, полстека и захватом Рима Константинополя к Тесифону, как у меня тут все красное какое, только алиманы более-менее ко мне относятся, и саксы, и все остальные меня тоже петь ненавидят, ну, вроде, что-то улучшается, даже не знаю из-за чего. О, каких-то там странные у них предпочтения, не хочу в них вникать, то они их любят, то они их не любят, то они завтра их перененавидят, в общем, я поставил воинскую обязанность обратно военные технологии изобретать, ну, как обратно, я, по-моему, военный налог изобрел, мне из-за этого бонус дали, и я поставил воинскую обязанность, чтобы этот бонус реализовать в военной амбиции, вот, 20% не так много, но тем не менее. На этом ходу мне нужно как-то чпокнуть вот этих вот ребят зимнюю дымку англов, кровавого прибоя участвовать по всей видимости не будет, блин, 245 монет стоят наемные германские конные отряды, ну, это хорошая конница, не хочется ее прямо сейчас распускать. В общем, ты... Сейчас будем атаковать, короче говоря, тут без вариантов, поехали. Вот таким макаром. В атаку. Поближе к своим, кто у меня там остался, конячник. Сейчас выйдут ребятки мои, и дальше пойдем. Ну, в принципе, пока они выходят, можно пойти потратить патроны у анагра, подрежу этот момент. Те я передумал идти туда германским конным отрядом, я лучше пойду скандинавскими конными налетчиками, их поменьше, соответственно, по ним хуже попадать будут. Поэтому как-то так. Остальных пока построю. Ровно. Подошел я к ним. У них есть два отряда застрельщиков, есть всякие собаки. Ну, блин, собак они могут, конечно, спустить на меня. Поэтому, наверное, и стоит как-то хитрым образом защититься от них, от собак. Кто их может перерубить хорошо? Вот эти ребята их могут очень хорошо перерубить. Я сейчас попробую замануху сделать. Хочу замочить вот этих вот конных налетчиков. То есть я возьму два застрела, возьму пикинеров, возьму отряд топорников. Если на меня спустят собак, топорники разберутся. Если конница очень сильно вломится, то разберутся пикинеры. А так попробую их потроллить застрелами. Вот так вот с бочины, потому что не хочу попадать под прачников. Ну, конина на всякий случай здесь потусит. Подрежу. Они, конечно же, почувствовали неладное, начали что-то там перестраиваться. Но я попробую их, так сказать, объять. Вот. Таким вот макаром. Так, давай-ка. По чуть-чуть буду подходить, чтобы успеть коп пики выставить. Если бы это были лучники, я бы уже начал стрельбу. Понимаете, да? Так. Какой-то шухер пошел. Походу, они в атаку пошли, да? Неплохо. Неплохо. Мне на застрельщиков не то чтобы пофигу, но... Как бы... Я не сильно переживаю за них. Бывает. А, ну, пошли. В атаку. Топорников мы сейчас мочканем. Вы бегом-бегом-бегом. Вы бегом-бегом-бегом. И второго уровня. Мои. Топоры сейчас тоже вломятся. Офигля. Ну, бывает, да. Согласен. Но ничего страшного. Ой. Понятно. Канина тут осталась бесхозной. Сразу начались проблемы. Иди догони, пожалуйста, этих ребят. Можешь вломиться тоже. Сюда. Заткни их, пожалуйста. Чтобы они не стреляли больше. Отряд скандинавских топорников у меня немножко просел. Давай я его спасу, пожалуй. Не надо ему терять бесплатно людей. Ну и все. На этом, скорее всего. Так уже, собственно, все вообще сложилось. Сейчас только надо подогонять. Хорошо, что я за этими побежал сразу. встретимся на глобаль. Решительная победа. Я надеюсь, я не потерял своих топорников. Ну, как бы... Смотри, 181 успели нарубить. Вообще, когда? Я его ввел в бой-то, блин. Одним из последних. Очень хорошие топорники. О, отлично. Я даже никого не потерял. Капец, они бессмертные какие-то, в натуре. У них два отряда выжило. Еле-еле вообще. Чудом. Сейчас, думаю, догоним. И конец англов будет. Верный Одину, да. Ну, маловато у моего кровавого прибоя, к сожалению. У нее хачков перемещения. Поэтому придется добивать хумбли. Да, хумбли придется добивать. Это будет авторасчет. Вот так. Прекрасненько. У меня небольшой доход совсем. Но это я сейчас наемников уберу. Вот так. Оп. Пикинеров этих тоже уберу. 600 сразу монет. Можно наемный германский боевый отряд убрать тоже. Потому что, ну, что-то, блин, он сильно дорогой уж. Так. И наемный отряд скандинавских топорников тоже я убираю. 9 из 20. Теперь, товарищ хумбли, отдай своего типа к кровавому прибою и сам иди тоже отдохни. Фракция уничтожена. Англый, да. До свидос. Ивар это наш, по-моему, строитель, да? Да, строитель. У него есть плащ из козьей шкуры. Золотая монета. А у кого находится хламита, боевой дух при подкреплении... Да нет, не ты. Вот. Одежда купца. Стоимость встретиться для портовых построек. Блин. Я уже все порты построил. Отстой. Хотя нет, вот, еще войной верфь можно будет бахнуть. Вот на следующий ход я этим и займусь. Тогда у меня как раз будет еще больше скидка. Сейчас у меня 3000, да, стоит. Вот посмотрим, сколько будет, когда я верну короля на родину. И надо РКК засунуть в Алабу, чтобы, во-первых, они восстанавливались больше. Во-вторых, у меня будет снижение общественного порядка на следующий ход из-за того, что я Ангул покидаю. Вот, поэтому... Поэтому вот. Так, ну и вот этот товарищ мне не нужен для того, чтобы... Богатство производственных. Для того, чтобы построить не портовую постройку, он мне не нужен. Поэтому здесь можно в Хафне, в принципе... Ой, не в Хафне, в Алабу построить чертог вождя. Это будет еще дополнительно минус 30 пищи. Ну, нормально. И можно начать амбар строить тоже. Вот, а порт будем на следующий ход уже бахать. Будет не 3000, а чуть меньше. Я так думаю. Да. Британия, Бургунды, Эбданы, Юты. Ну вот из соседей ближайших у меня остались только Бургунды. Вот эти осколкались. Сейчас я немножко залежу ураны, так сказать. И пойдем с ним разговаривать тоже с Бургундами. Губернатора не надо нам. Поехали дальше. Прекрасно. Последняя брошена Ангул Фризия. Да. Да. И получается, что Фризия, это уже два заброшенных поселения. Ну и Флев еще можно грохнуть. Повышен ранг Аки. Это как раз проныра наш. Что у него есть из такого? Ну это всякая ерунда. Расследование коррупции. Это может помочь, конечно. Но фиг его знает. И пользование коррупции. Так. А эта коррупция, это место службы следований. Ну, чужая провинция, да? Возьмут, чтобы он везде мог. Чтобы он везде мог повышать себе уровень. Ну и убийцу сделаю. Вдруг пригодится. Отлично. Отлично. Теперь как минимум я должен вернуться в свою провинцию. И теперь смотрим, сколько стоит у меня порт. Он стоит 2 500. Я еще на 500 монет снизил себе цену военной верфи, которая загрязнение увеличит. Ну, так как я уже начал строительство хранилища, то без проблем. Как у меня, кстати, порядок. Видите, 10. Отличный порядок. Неуверенность. Минус 1 за ход. Минус 3, то есть я получил. Ну, отлично. А, вот запустение только на следующий ход. Минус 5. Все хорошо, короче говоря. То есть у меня порядок, в принципе, растет вверх. Плохая осень. Да плевать вообще. Хумли готовность к службе. Ну вот. Собственно. Таким макаром. И судебные приставы, да? Но это я буду делать, когда у меня закончатся, наверное, военные амбиции. Один ход у меня еще, видите? То есть можно еще один ход подождать, пока воинская обязанность будет. Кстати, сколько? Вот сейчас 4 хода. Сколько это будет на следующий ход? Я не знаю. Воинская обязанность прикольная. Такая технология. Она... Скандинавские... Группа скандинавских воинов заменит скандинавский отряд. Это значит, что у меня станут гарнизоны сильнее. То есть вот эти вот скандинавские отряды поменяются. Кстати, видите, у меня все гарнизоны с доспехами. Потому что у меня литейная стали. Плавильня, точнее, есть у меня. Это хорошо. Так, черные паруса у меня стоят в хафне. Это значит, что все бургунды, или как их там, боятся высаживаться здесь. Поэтому я их уберу. Наверное, эти черные паруса. РКК пока стоит. Пускай стоит. Ну и кровавый прибой я пока сюда уберу. Сколько стоит у меня конный отряд? 245, блин, монет в ход. А сколько стоит мой? 216. Кстати, не намного больше. Ну-ка смотри. Ближний бой 51. Урон ближним бою 34. А у этих... Ближний бой 51. Урон ближним бою 25. Так они еще хуже, елла малая. Усиление натиска 45. А у этих усиление натиска 38. Ну, получше. Защита ближним будет 35. Броня 16. Но это с улучшением броня 16. А у этого броня 18 без улучшения. А с улучшением будет еще лучше. То есть они чуть-чуть получше. Но стоимость-то 245 и 216. То есть разность-то невелика. Отличный эффективный захват. Атака против конца. Стрелковое оружие. А здесь стрелковое оружие нет и плохая броня. 18. Броня 16. Так вот броня еще хуже. Урон снарядами 90. Здесь вообще ничего нету, да? Боевой дух 37. Я не знаю, что лучше. Боевой дух 39. Короче говоря, наверное, наемников я все-таки уберу. Ну, дорого. Не, они хорошие, да. Но я своих лучше найму. Выгоднее своих держать. Это будет дешевле. Они такие же практически. Так, ты тут что-нибудь сделай полезного. Постой пока. Итого у меня опять три генерала. Это Флоки. Это Рагнер. И это Лотар. А домой у меня поехал Хумбли. Да, Хумблик. Наследник у меня поехал домой. Ну, у него 10 из 10. И вообще не парится. Все норм. На подхвате как раз. Флоки. Минус один должность кому-то там досталась. Он нервничает. Рагнер. Ему 50 лет скоро будет. Ну, хорошо, что ты Гуннера родил. Красавчик вообще. Ой, ты не Гуннера родил. Нет, Гуннера, Гуннера. А Сигура родил Флоки. Короче, все родились. Прекрасно. Все потрахались. Вообще красавцы. Так держать. У Лотара 138 влияние. Нормально. Ну, наверное, больше мне ничего строить не надо. Пока. Мне потом в будущем надо будет построить город. Мне надо вот эту штуку сделать. Загрязнение увеличится, конечно, но пока не надо. Пока деньги, короче, оставим. Ну, так-то все, наверное. Конец хода. Поехали. Началось деревне утро. Девочка умерла, не достигла совершеннолетия. Альмур. Это у кого? Это у Хумбли. Ну, у него есть Гизур еще сын. Блин, детская смертность, вашу мать. Ну, это чисто рандом, с этим ничего не сделаешь. Товарищ Кровавый Прибой. Пришли какие-то вонючки. Я не понимаю, хищные ястребы, 14 человек. Вы на что вообще рассчитываете? РКК у меня увеличивается. Все будет хорошо. Так, здесь я думаю, что нужно тоже что-нибудь поднанять. Ну, мне по-любому нужна конина хоть одна. Вот, скандинавские конные налетчики будут. И мне нужен еще один топорник вот такой. Красавчик. Вот. Пять ходов, три хода, тра-та-та, больше ничего. Порядок растет. Кстати говоря, можно же налоги повысить, наверное. Мне же рост не нужен или нужен? Семь. А, ну, нужен, да. Так-то нужен. Ну, не то, что прям очень. Налоги у меня хорошие. Три двести. Минус один рост, да? Если я налоги повыше. А можно еще повысить. Будет три девятьсот. Общий огонь. Баблища можно еще одну армию вообще нанимать запросто, кстати говоря. Ну, мне флот нужен. Поэтому подождем. Твою мать. Я вот понять не могу. Они что, бессмертные что ли? Что это такое? Германские всадники, наемный германский конный отряд, бургундские псы. Типа крутые, да? У меня наняты отряды. Ну, фиг знает, ребят. Так, давай-ка снизим налогую ставку, пока я не забыл. До нормальной. И, наверное, сейчас атаковать буду тогда вот этого типа. Ну, а что он здесь ходит? Ты, может, отвалишь от меня? Ну, так вот, чисто вот вдруг. Нет, он не отвалит. Я, наверное, сделаю флот еще один, да? Поставлю его в хафне, пускай попробуют высадиться. А сам двумя армиями, двумя полустэками пойду потихоньку в Каскову Калису. Наверное, так. Или, блин, или лучше армию еще одну сделать. Оставить ее в засаде. Потому что, если он флот увидит, он не высадится просто. В данном конкретном случае. Поставить ее в засаде, а двумя полустэками пойти. Он здесь высадится. Я его разобью на море. И потом еще двумя полустэками долбанулась Кау Калис. Только надо, конечно же, шпионов туда отправить предварительно. Но это все как бы в будущем. А сейчас мне нужно долбануть этих ястребов. Что-то они вообще обнаглели. Я понять не могу вообще. Бессмертные какие-то. Правда? Так. Давай. Как мне лучше? Что вы хотите сказать, что я не могу здесь сам себе помочь? Если я вот сюда вот подойду в КА, то это типа армия участвовать не будет, да? Плохо, ладно, тогда придется так. А, я не могу. Забавно. Ладно. У меня просто нету очков перемещения. И чё, чё? Чё? Ёпта, это что такое вообще? Чё это за многоходовка такая от искусственного интеллекта, блин? Была сейчас. Надо было ему сразу дезинформацию делать. Упущенная возможность. Прелестно. Давай ещё. Помехи. Успех. То есть он особо не убежит. 50 процентов. Оставить их пока в покое, наверное, да? Ну, наверное. Так, а сколько у меня? Ага. Так, я засаду здесь встану. Не знаю, куда он пойдёт, но... Как бы чё не встать. Ну, пока конец хода. Вот ему делать нечего, если честно. Лангобарды, кстати, уничтожены. Они недолго пробыли Ордой. Устройте налёт на поселение или торговый путь следующей фракции. Британия. Осталось 8 ходов. Казна плюс 1000. Это не британский. Это, говорит, Тунги Венеды, да? Хранилище построено. Зараза. Что опять произошло? Почему здесь... Санитарии такая хрень? Потому что у меня разрушена желоба. Понятно. Вот на этот случай, наверное, и надо... На этот случай, наверное, и надо... Строить побольше... Всяких канав. Так, чтобы он далеко не убежал. А то, что я его знаю. Минус 50%. А ещё можно? Провал. Блин, я боюсь, что не получится. У меня я сейчас до сюда дойду, грубо говоря. И он такой отступит. Зараза, блин. Вонючка. Тогда так. Тогда я подойду поближе, посмотрю... Как он вообще отреагирует на это. Отошёл. Отлично. И у меня есть ещё вот этот чел. Что проатаковать? Если я, конечно, его достану. Нет, я его не достану. Я его не достаю. К сожалению. Ну, с другой стороны, он отсюда и не уйдёт никуда. У меня такое мнение. Он может на кровавый прибой напасть. Он никуда уже не денется. Сам себя загнал в ловушку, блин. Баран. Так. Короче. Лабы мы чиним. В хафне я делаю хумбли восстановить наследие верной Одину. И это будет... Блин, слушай, я каждый раз вам буду броню покупать новую. Это будет у нас... Вопрос в чём? То, что мне на море, если я грузовыми кораблями дерусь, лучше вот такую армию иметь. Которая от стрелков больше защищается, наверное. Потому что вот этих ребят на море очень хорошо перестреляют. Вот этих вот. У них брони нет. Даже у берсерков брони-то побольше. Короче, делаем то, что надо. Там дальше разберёмся. Кто пойдёт, а кто останется. Чё, хумбли получил навык вот так вот на халяву? Ну ладно. Защита ближней бою для пехоты, подчинённые войска. Ну да. Давай я полностью и боевой дух, и защиту, короче говоря. Прокачаю. Такая пьянка пошла. Давай уже построю, чтобы больше такой фигни не было. Потому что вот внезапно можно схватить какой-нибудь, блин, кровавый понос, и будет потом проблем. Как и следовало ожидать, никуда эта дрянь не денется. О! Прикольно. Тут уже столько ходов прошло. Ничего себе. Давай-ка. Делаем судебные приставы. Город-городок и рост увеличится у меня. Прекрасненько. У меня неплохой рост идёт. Верный Одину тут. Ну что, всё? Сейчас получишь своё. 10 и 10 улучшить я это никак не могу. Ха-ха-ха. Жалкая попытка. Сам пришёл сюда. Я понять не могу, чего он вообще припёрся. Может быть, из-за того, что я в засаде стоял, конечно. Ну. Оно такое. Да ладно. Ну что, вы хотите сказать, что мне сейчас вручную эту битву надо будет проводить. О-о-о. Так, что у них там? Псы какие-то. У меня ж унылая битва получится. Ну ладно, я быстренько её проведу. Сейчас дождёмся своих и пойдём нестроенную толпою. Так, я тут немножечко заслал своих конячников им в тыл. Не помешает. У них, естественно, все стоят впереди стрелки. Я спущу своих собак. Сначала потратим собак, потом будем людей тратить. Поехали. Так, они не вытерпели и на меня в атаку пошли. Ладно. Посылайте собак. Килл, килл, килл. Есть контакт. Через шифт посылаю в атаку всех. Да ёптать. Всё-таки они успели в меня въехать. Вы зря вообще кидаете в спину своим топоры. Лучников потерял я, конечно, зря. Ну, потому что, блин, недоконтролил просто, как обычно. А чё, они уже потекли все, что ли? Жесть. Убежи. Они собирают людей для нового удара. Всё складывается в нашу боль. Да они вообще жёстко вообще слили. Просто в одну калитку. Один чардж от меня. Я даже не ожидал, что они так быстро умрут. Дико, зайди в спину. Это лучники, да? Нет, собаки. А чё с ними? А-а-а, ёптать. Это убегающий конячник зашёл ко мне в тыл. Так, уже не надо. Не стреляй. Полководец даже у них живой ещё до сих пор. Ладно, встретимся на глобале. У них кто-то убежал, конечно, но... Да, вот. Больше всего убили конячники, которые въехали в моих лучников. Надо было их отводить, и я не доконтролил. И, мать, я, короче, не включил долбанную запись, сам собой разговаривал, блин, просто так. Даже я не понял, чё я записал, а чё я не записал. Убила здесь эту армию, не знаю, попало это на записи или нет. Без проблем. Блин. Так, прикольно то, что у меня обе армии и РКК и Кровавый Прибой имеют противозимнюю вот эту вот штуку. Это просто замечательно на самом деле. Я тут объединил долбанных собак для того, чтобы нанять новых, но так как у меня максимум наёма стоял в верных ходе, но у меня это не получилось. Так, я хотел одного версирка. судебные приставы готовы. Что мне даст вот эта штука? Санитарей 2, да? А это дальность перемещения все войска, да? Ну и что мне важнее? Ну, это просто быстрее. Поэтому сделаем это, а потом начнём дальше. Вот всякие штуки. Стоимость строительства для главных, для построек в главных поселениях. О, слушай, а у меня есть 10 тысяч? У меня 10 тысяч-то нету. Минус 171 у меня идёт, блин, вход-доход, потому что, блин, вот. Потому что я понанимал всякого. Вот почему. Надо, в общем, строить. У меня 91 по пище. Сколько у меня санитарии? У меня санитарии 6. Будет ещё минус 2. Будет 4 санитарии. И эта штука сжрёт санитарии 1, да? Ещё дополнительной. Ну, давай вот так. В общем, Хрипнисхольд ставим город. Побольше денег. Побольше всего. Сколько там здесь вот? 400, здесь ещё плюс 100. Куда? Вот. Ну, а вы, к сожалению, пойдёте так просто. Без восстановления. просто надо уже быстрее идти. Потом я в засаду где-нибудь встану. Ивар, это разведчик мой, да? Да. Убийство прокачаю. На следующий ход будет понятно, что там у них воскалкались и в этом. Этих ребят я начну на засадах, так сказать, подтягивать. Верный Один у меня в хафне сидят и не дудят. Можно убрать в хрифнисхольд чёрные паруса. Поехали дальше. Кингемар ушёл судьи. Это, кстати, не очень хорошо, потому что я как раз хотел налоги повысить. Вот. минус 3, да? Ну ничего. Сейчас я Ингемар засуну обратно на судью. Думаю, что он без проблем. У него 103 влияния, он там при любых раскладах судьёй станет. А ты уже на Дукса можешь прыгать, да? Хумбли. Сколько тебе здесь сидеть ещё? Ладно, сиди пока. Вот так кто-нибудь обидится ещё. Да, первым делом сходим, посмотрим, чё там. Ну, конечно, тут два стэка. Один ещё не нанялся, но он, блин, сразу наёмников нанимает просто вот сходу. Обалдеть. Наёмники с анагром, всякая фигня. Вот. Я буду подкрадываться потихонечку. Я не боюсь зимы. У меня прокачаны армии. Таким макаром. налоги, кстати, я повысил, молодец. Но мне нужно выйти в засаду стать. 7, да? А, ну нормально. У меня плюс по деньгам, у меня плюс по порядку. Вот. Есть шанс, что эта дрянь сагрится. Вот. Британия ничего пока не делает. Где она, кстати, эта Британия? Здесь, да? бургунды. Вот с ними надо разобраться. И дальше Эбданы у меня, да? На счету. Июты. Я бы ещё франков убил. Потому что, чё они? Ну это уже, когда я флот сделаю, нормальный, с дракарами, со всей фигнёй. тогда уже. Поехали дальше. Так, флоки перестал быть судьёй. Ингемар на судью назначен. Тач флоки, ты же можешь, наверное, уже на комиса прыгать, правда ведь? Давай я хумбли тогда на дукса кину. А флоки у меня на следующий ход на комиса прыгнет. Вот. Ингемар, конечно, расстроится, но ничего, мы его потом успокоим какой-нибудь тёткой. Короче, взял и убежал этот Типело, вот этот вот, бургунд, вниз туда. Какого чёрта? Он что, с кем-то воюет ещё? Гуны и Даны, всё. Гуны и Даны. Интересно. В общем-то, это, конечно, хорошо, но всё равно мне тяжело будет вот такими войсками забрать Скоукалис. Поэтому я чё буду делать? Я буду высаживаться, наверное, здесь со временем. С каким временем? Короче говоря, высаживаемся тогда вот как-то так. Тихо-тихо. А вот эти ребята они подойдут вот сюда по максимуму. Станут засаду. На тот случай, если армия из вот отсюда захочет туда прыгнуть. А, она всё равно не доходит никак. Так. Ну, я на всякий случай ещё её попробую задержать. Потому что наверняка пущенная возможность козявка тупая. Порчи припасов, тра-та-та, шанс обнаружения и обман. Вот так. Вот. Получается, у меня с увеличенными налогами один только Рагнер, который, кстати, получил уровень. Ха. Чё ты тут можешь взять? Стоимость строительства для санитарных постройок это провинция. Потом поставим здесь канавы. Один Рагнер порядок у меня повышает и с увеличенными налогами у меня семь. Я вот тремя полстэками иду разбираться. Тут даже у одного меньше девять отрядов, да? Верный Одину, но правда зараза не умеют не умеют север. У них один уровень, да, остался. О чём аркоманы здесь? Как они вообще ко мне относятся? Нейтрально. Меня либо ненавидят, либо пофиг, да? Рагнер не присвоенный ранг Ж. Хитрость повышу ему. Тоже денег добавит за счёт содержания уменьшенного. Так, Хумбли, полководец, комикс, срок службы, Хумбли, должность, Дукс. Прекрасно. Расстроился совсем вообще расстроился, бедняга. Как тебя звать? Флоки, да. Дина комиса, не выпендривайся. Потом у тебя ещё успокоим. Денег пока нету. О, пустырь. Прикольно. А сколько стоит дерево? 1500. Давай. 500 и 500. Это может плохо закончиться. Так, давай-ка потихоньку на подкрадулях уже идти. Правда, завтра зима, грубо говоря, что как бы нехорошо. Ну, а что делать? Кому сейчас легко. Так, и сюда ещё один. Не буду тратить денюжку. Просто ставь. Если побежит, то ради бога. засаду, наверное, я не буду. Если даже засада сработает, то вряд ли они все будут участвовать. Поэтому я, наверное, откажусь от засады, если он пойдёт на меня, конечно. Поехали. Так, должность получена. Это, конечно, не добавило ему верности, хотя должен осталось минус три. Да, нет, не добавило, нифига. Значит, надо его успокаивать, сейчас будет у меня он самый неверный, да, из-за этого вообще расстраивается, аж капец. Для начала пускай жена с ним изберётся. Обеспечь ему верность, может ещё ребёнок появится. Ай, верный водина начинает получать повреждения. Ну, я, наверное, сейчас атаковать буду. Меня все достают. Кровавый прибой как раз не достаёт, блин. Мать. Достает у меня верный водину, потому что у него разведчик есть, и всё. Все остальные на подхвате. Ну, ладно. Вот так, неплохо. Серединка наполовинку, но я думаю, что у меня всё получится. Единственное, что меня интересует, где ещё у них армия. Это у нас бургунды. У них одно поселение. Он воюет со мной и с этими гунами. Куда, блин, делось ещё одно? Тюринги вроде со мной не воюют. Но они меня ненавидят. Хотя улучшается у них отношение. Слушай, культурная терпимость правителя, культурная близость, общая религия, великая держава. Чем мне нравится? Им не нравится бургундов, то, что я мочу, и то, что лонгобардов я убивал, то, что я варинов убивал. Они вообще меня терпеть ненавидят. Но это вся семья германская, да? Он запросто может на меня очень сильно верные ворину покосались. Так, стоп, секунду. У меня деньги есть? Тысяча. А это стоит тысяча восемьдесят восемь, да? Блин. Отстой. Вот так. Давай я возьму, короче говоря, у меня есть одно место еще, я могу нанять анагр. Вот. И они на меня просто выйдут. И вообще с анагром веселее откалывать. Они на меня выйдут, и я тогда их просто расхреначу. Чем я буду штурмовать этот канитель? Поехали. со второго раза дали мне сухую погоду. Давай, где мои подкрепы все? Все на той стороне какого-то черта. Ну, я здесь вот встану спокойненько, грубо говоря. подходите к тому идёт. Влез. Поехали. Сейчас на меня выйдут мои подкрепы, и скорее всего выйдут и враги тоже. Подрежу это дело. Но на самом деле они не очень-то и выходят. Я так подозреваю из-за того, что у них тоже анагры есть. Пойдём выясним это дело. Сейчас они скорее всего потратят свои патроны, когда анагра. Тогда тогда и выйдут, но не раньше. Поэтому пойду проверю это дело. Пока как раз мои тут довыстраиваются. Ой-ой-ой. Бобошечка. Вот они все. Чуть не провтыкал. Вон анагр. Короче, да, они выстраиваются тоже сейчас для атаки. по всей видимости. Будет заруба. Да, поближе ещё подойдём. Так вот, я их вижу, они меня нет. Не зря же они здесь построились, правильно? так бы они там защищались или типа того. Сейчас они довыстраиваются и пойдут в атаку, скорее всего. Я отправил пока конину свою. Вот в этот лесочек отсюда-сюда перебегу. Да, вот они пошли. Да, нормально. Сейчас врагский конь, наверное, на меня, да? Бородатые воины с дротиками это не те или те. Ой, блядь. Очень жёстко застрел, конечно, идёт. Чё-чё-чё-чё-чё? Собаки по идее должны их погрызть нормально. О, я могу сейчас полкана шлёпнуть. Наверное. Чё-то он там. так ты пока не будешь стрелять. Иди убей анагр вы прячьтесь. сейчас ты топоров-то словишь. Ох, ты словишь топоров. Сука, нет. Держится на расстоянии, мразь. Вот так он. Походу моя конина там сейчас хватит от башни. Я попробую грохнуть полкана. Чё-то очень жестко, блядь, вы своих застрелили же. А-а-а, как я вас терпеть ненавижу. Просто застрелили всех своих. Так, полководца я сейчас шлёпну. Долбанных собак мне просто некогда контролить. Следовало доказать, давать дальше. Здесь вонючки все убегают. Давайте никому очнуться. Может туда стрельнуть если хочешь, конечно. догоняй всех тварей. Я их развалю сейчас конечно в одну калитку. Это без вопросов просто. Главное не давать стрелкам стрелять и все будет хорошо. Анагар, ты свое дело и так сделал, а-то ходи нафиг. Все, здесь все убежали. надо короче отключать им нафиг заднему ряду точно надо отключать эту штуку, блин. Ближний бой я забыл, что у них есть. Эти все сдохнутых даже догонять не надо. Очень жестко стрелки расстреливают. Капец. Бородатые какие-то там стрелки троллят. я наверное оккупирую эту территорию под подлечиться надо мне. Тоже буду ее разрушать. Постою здесь какое-то время. Может быть как раз эти армия, которая там уходила вернется. задолбали в этом по сто раз то входят то выходят замечательно выходят и так далее. Все завершить битву завершить битву 1600 я потерял охренеть просто. Кто у них там? Ну у них в основном стрелки конечно бахнули очень много. бородатые метатели там хрен их победишь остальное так себе. Все минус башка я потерял один отряд скандинавских топорников и все да? Ну это все трупы конечно. Разграбить оккупировать я думаю все таки. Но если они на меня нападут я дебав жесткий получу кстати говоря. Подошли мне в жопу короче. я не знаю где они я вернусь на свою землю и там уже даже даже высажусь наверное на море просто. Это что? Наем кисанаграм? Наем кисанаграм? Нет спасибо. Больше не надо. Верные Одину получают воители севера прекрасно. То что доктор прописал. И можно сейчас нанять что-нибудь. Потому что я опасаюсь что на меня нападут я получу так сказать. Брать я буду канину. с каниной как-то себя поувереннее чувствую. Здесь тоже можно. Отлично. Вот так каждому пока не отдал. Где у меня находятся эти уроды? не дойдут. Не дойдут. Так ну вроде все нормально. Деньги в плюс. Порядок в плюс. Здесь обратно девственный лес ставим чтобы дерево получать. Все конец хода поехали. Ну что ж никто на меня не напал никто не осмелился. Мне задание сделали санитарию построить. О жена разобралась с флоки прекрасно. Чужеземные методы осады я сделал. есть у меня две закрыты теперь технологии воинская сила. Это что у нас урон от выстрела боезапас ну круто конечно ну нафиг. Мне нужно накопить 10 тысяч чтобы поднять вот это да ладно давай уже потихонечку делать так сказать стадо скота можно будет делать я так понимаю вот здесь вот это и будем изобретать потом санитарию кстати у меня воинская сила дальность перемещения полностью увеличивается везде оп прекрасно оп оп сука оп оп нет как же так это отлично давай ка сюда и на море тоже все я всех высадил а блин я всех высадил и можно убрать наемников дорогущих а я здесь не нанимал что а нет я только что расформировал в чем я мне даже какие-то видите восстановление какое-то идет на удивление все хорош и мне нужно вот эту канитель построить а сколько мне заданий ходов шесть ходов санитарье город город это в смысле здесь но я не извините уж я не смогу пофиг на эту тысячу когда у меня будет порт готов или у меня он уже готов о он уже готов что я могу построить полезного давай посмотрим сейчас конечно я ничего строить не буду потому что у меня полный флот большой дракар скандинавские грабители большой дракар элитные норвежские грабители охренеть элитные норвежские грабители у меня так скандинавские грабители у них боеприпасы 2 и можно менять боеприпасы я смотрю да урон снарядами 90 ближний бой 37 урон ближнем бою 32 защита очень большая броня 38 сколько человек 130 128 зато элитные норвежские грабители аж 132 человека в отряде это блин поменьше конечно чем наземные юниты но много все равно элитные норвежские грабители прочность у них у всех большая у дракаров кропик у шнеки меньше шнека это короче вот у меня три юнита вот этих появилось ближнего боя еще легкий дроман который по-моему бесконечно плеваться может огнем да да ну его надо использовать тоже уметь так большой дракар еще отборные норвежские грабители то есть отборные лучше чем элитные что ли даже здоровья больше брони больше защиты больше боевого духа больше понятно короче отборные почему он легкий штурмовой корабль непонятно третьего уровня видите здесь галочка такая вот здесь вот уровень отряда третий первый первый второй легкий дром короче большой дракар отборный норвежский грабитель это самая крутая пушка пушка самый крутой флот не строится кстати два хода вон видите поэтому я их наверное буду брать вместо шнека конечно же а эти вообще не буду нанимать потому что у меня пол стека мне нужно максимум самых крутышек нанимать эти пригодятся плюс кейды вот эти я заменю в будущем на наемников полностью у меня будет только три лучника я думаю что тремя можно помансовать жесть один-два корабля это ну и там вообще поотвлекать и мне хватит контроля на это осадных либурн у меня будет две раз два три четыре пять и пять наверное будет у меня отборных наверхских грабителей вот так такая жесть пять шесть семь восемь девять десять нет четыре значит хорошо в общем так и будет в будущем сейчас мне нужно отстроить значит городки мои сейчас только я верну армию обратно поставлю налоги побольше и начну отстраивать ну и там так далее чего у меня духс уже есть это хумбли да до докса дослужился флоки до комиса рагнар никуда не дослужился не везет ему блин видишь как-то ну инге марна судья ты пожизненно будешь сидеть извиняюсь поехали дальше задание выполнено какого хрена я ничего не построил о чем вы вообще санитария город может просто то что оно у меня есть наверное задание провалено пофиг новое задание вести в войну с этой фракцией франки осталось 6 ходов я думаю что мы справимся с этим заданием война объявлена гараманты каллидонцы серьезно охренеть вы что хотите сказать что каллидонцы уже куда каллидонцы уже в мавритании обалдеть так это да они по уровню силы 18 я 12 кстати я тоже могу значит алиманы вторые охренеть алиманы разрослись тут причем алиманы воюют с западно-римскими сепаратистами и западно-римской империи и с гунами в общем в принципе как я и хотел то есть все меня оставили в покое практически блин у них оборонительный союз с алиманами у франков наверное мне не получится тогда их мочкануть я не хочу с ними воевать с алиманами которые вторые по силе оно мне надо оно мне не надо так верно и воде ну зараза давай-ка подплывай потихонечку зараза не успевает а ты тоже нет шпи я его в город тогда поставил ну ладно уже как сделал так сделал это только пищу ест да 15 блин а у меня не так много пищи осталось хорошо что у меня вот эта штука сейчас будет готова я смогу еще каких-то викингов налетчиков делать это какая-то более крутая более крутая конина а пища всего 10 добавлю вот это дополнительно за каждый уровень плодородия это в конце концов к нулю сведется конечно по хорошему что пищу получать нужно делать коз но мне нужно это здание для того чтобы делать кавалерию и вот это мне нужна за верность я понял 10 тысяч надо накопить ладно сейчас у меня весна да лето точнее у меня нет никаких дополнительных бонусов за пищу поэтому я спокойно могу делать городок не боясь что я по пище просяду мне 10 еще правда надо помнить дает этот самый губернатор да то есть по факту у меня пищи 16 а эта штуковина у меня сжирает 15 то есть у меня единичка пищи да за счет чего интересно фиг знает подозрительно за счет чего-то не помню за счет чего не буду уже сейчас искать просто конец хода нажму как у нас дела обстоят тюринги бургунды все еще тут но я думаю что даже если они вернутся мне пофиг будет на это давай-ка верны 1 уйдут в алабу ркк кроу прибой пожалуй будет стоять на земле просто ркк уйдет в город плюс 22 у меня ой не та кнопка еще повышаю налоги у меня в принципе рост вообще сейчас не важен абсолютно порядок у меня потому что у меня уже все абсолютно все ячейки заполнены поэтому рост мне уже нафиг не нужен теперь только максимум денег и чтобы порядок не падал вот такие вот дела что мне нужно кстати аж вон туда да но железа нету короче говоря теперь по большому счету мне только нужно формировать армии готовиться к походу отстраиваться то есть вот такое честный порядок да и скорость следования гражданских технологий увеличивается я еще вот эту штуку не сделал интересно а это даст мне порядок от бюрократических реформ да ну ладно попозже сделаем поехали благородный отпуск рагнфридур новое задание создать армию дойдите кто у меня родился еще раз а вот вместо этой это кто дочь да другую дочку себе сделали молодцы красавцы им не марно судья да отлично кто у меня получил кстати я вспомнил что я блин агента еще одного нифига не это не вернул он здесь тусит один одинешенек паки аки паки так 1900 вход ну неплохо неплохо кстати никто не хочет со мной поторговать у меня дерево есть франки что-то меня возненавидели и ухудшается блин оборонительные союзы саксы алеманы чего мне не любить великая держава военные действия против англ военная держава аж минус 40 то есть то что великая держава да ну не любят все викингов вот что тут сделаешь нет и древесина постольку поскольку хотя 10 процентов от стали плавильни я еще получаю тут тоже неплохо наверное все равно в первую очередь городок а где я блин городок это эти самые это пища у меня столько нету зараза такая еще два хода по месте или землю за верность надо деньги короче копить и исследовать землю за верность уже сколько там время кстати вот а время как бы уже много поэтому продолжу в следующий раз может быть даже вырежу все это дело посмотрим поэтому всем спасибо кто смотрел это был код всем пока лайк, подписка все дела данные полстека и все такое спасибо спасибо